Христос воскресе, братья и сестры! Сегодня, к юбилею Победы, мы подготовили необычную программу. Вы увидите отрывки из фильма молодого режиссера, студентки Института кинематографии Анны Синицкой, «Как я снимала кино о моей бабушке». Фильм о войне, о семье и о любви. Несмотря на то, что это всего лишь студенческая учебная работа, она уже стала лауреатом 11-го международного кинофестиваля «Победим вместе» в Севастополе. Идея этого фильма пришла давно. Маленькая девочка – это я. А это моя бабушка. Снимает нас папа. Бабушка была рядом в самые важные моменты моей жизни. И когда я искала свой голос в этом мире. И когда становилась на ноги как личность. Может быть, тормоз съесть? Все в моей жизни происходило при ее присмотре. Она помогала мне познавать мир и открывать новое. Анюта! Может, будет половиха у нас, Анечка? Позже, когда пришло время выбирать профессию, я все-таки сама приняла твердое решение стать режиссером и снимать кино. Бабушка родилась на севере, в Архангельской области. Отец у нее был питерским гусаром, а мать – деревенская девушка. Моя бабушка стала человеком нового времени. И больше всего на свете хотела учить детей. Учительство и стало делом ее жизни. Считаю себя самым счастливым человеком на земле. Свою союзную деревню, мест, где растут грибы и ягоды, дома деревянные, людей. Все помню. Давай, рассказывай. И вдруг, 41-й год, объявление по радио. 22 июня, в 4 часа. Уровский. Германия напала на Советский Союз. Киев бомбили. Киев бомбили. Киев бомбили. Началась война. Позднее скажут, что к чему. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне необходимо добраться до станции Кизима. Разрешите с вами ехать? Нами не положено. Да мне домой надо, в деревню. А вы сами откуда будете? Может, вы шпионка? Студентка я. Только закончила сессию в институте в Архангельске. А теперь надо домой работать. Чем докажете? В документах какие-нибудь есть? Зачетная книжка. Ну, хорошо. Сессию сдали, товарищ Ленинская. Можете ехать. Пассажирский в конце. Но я благодарна, что он разъединственный. Пустил ведь. Два поезда прошло, меня не пускают. Тогда не пускали гражданских. Дорога-то до Воркуты. Все хотели на фронт. Все до одного хотели убить этого Гитлера тут же. Все его ненавидели до невозможности. И всем казалось, что если мы все кинемся, сразу Гитлера победили. Дети, то есть мои ученики, а это были с 5 по 7 класс, сразу какими-то стали взрослыми, плетевшими. Но ведь это же было то время, когда надо было учиться по немаленькой. Да и я-то невелика. Снег, тайга, кругом. Подожди. Это я бегу. Да, это вот. Никого нигде. Так было. Я увидела, думаю, это идут эти лесники. Только странно, они как-то идут и курят. То они с одной стороны бегут, то с другой стороны. А потом поняла, когда уже волки стали совсем ближе и ближе ко мне подвигаться. Страшно было. Страшно и тетрадей жалко. Не было бумаги, совершенно не было бумаги. На книжках писали между строчками. Страшно. Тетрадей сожгла. Вовремя в школу не поспею. Дисциплина военная. Вот такой же лес кругом. Вот, понимаешь, я бегу. Вот так и было. Стоп, снято. Есть? Все? Есть? Абсолютно не хватало учителей. Директора школы Ручева взяли на фронт. На третий год работы меня уже заучим назначили. Некому работать абсолютно. Керосиновая лампа, школа и штат учителей. Такая была атмосфера накаленная. Такой был холод, такой был голод. Ничего нигде нет. Прямо такая беда. Ну, на всех одна беда. Трудно понять. Это ж невозможно. Мой одноклассник, может, на год меня старше, он же на фронте был. Ты знаешь, говорит, какой ад. Там спастись самому сильному, самому смелому, зоркому. Все равно не удастся. Война. Бьют всех. Он говорит, у меня не было девушки. Ты можешь меня поцеловать, как девушки целуют? Борька, говорю, я не знаю, как девушки целуют. И целовать я тебя не собираюсь. Он говорит, а я же чувствую, что я уже не вернусь. Я так умру, говорит, убьют меня нецелованные. А все ребята, что со мной лежали в госпитале, все говорят, что девушки по-особому целуют. И если девушка поцелует, так ведь это, говорит, она ждать будет. Боря говорю, я и так тебя буду ждать. Никуда ты, я не денусь, никуда и ты не денешься. А целоваться мы еще успеем. Что ты говоришь-то такое? И ты знаешь, не поцеловала ведь его. Вот так Борька и ушел. И ведь больше не вернулся. Учительница будет? Я уже учительница. Русская и литература. Хорошие предметы. Для меня сложные, но интересные. Я все больше математик. Точные науки изучаете? Изучил. В 41-м году окончил. Диплом инженера-технолога. 21 июня. Вручение диплома в бал. А на следующий день война. Фронт. Только я успел, что матери с сестрами под абрикосом окоп не копаться. И все. Теперь и писем нет. Да они живы. Живы они точно, не волнуйтесь. Да уж не знаю. Краснодар оккупирован. Краснодар? Я с юга. У нас там арбузы. Солнце. Море черное. У нас белое. Смелое было. Краснодар я совсем не представляла. И даже никогда в жизни не видела, как яблоки растут. Что есть такое черное море, где вода теплая. Маруся, давайте поедим. Хотите? Я вообще всегда хочу есть. Я в самом деле всегда хотела есть. Голод, холод. Еще нет, война. Перемятый-перемятый кусочек хлеба и кусочки маленьких сала. Как же это есть-то? Вот. Ясно, вот так. Впервая, теперь вы. И колесников мой похож на себя. И слова говорит те же самые же. Вспомню все. Стоп. Снято. Еще есть. Люба, есть? Есть. Давай, давай. Все? Да. Так, это мы сняли. Это сняли, все. А что там дальше-то было? Что? А дальше сейчас, сейчас, дальше. Двойна была. Очень трудное время. Кошмар какой-то. И письма-письма. Все четыре года письма. Здравствуй, хорошая моя. Маруся. Очень захотелось с тобою поговорить перед тем, как лечь на ночной отдых. Почему-то все мои мысли рвутся к тебе. Что ты делаешь в эту минуту, когда я пишу тебе? Сейчас ночь, на улице холодно, ветер. В такую погоду я представляю себе, что ты в избе зимней деревни сидишь у печки или переворачиваешь страницу книги. В эти минуты меня сильно тянет к тебе. Как бы я хотел тебя сейчас увидеть. Увы, пока нам это не суждено. Но я уверен, что придет тот желанный час, когда мы будем вместе. Сейчас, ночью, при тусклом свете коптилки, я хочу тебе написать несколько слов. Не могу молчать. Хочется поговорить с тобой. Никогда не думала, что так долго подлится эта война. Не дай Бог детям, людям, которые не знали, что такое война, никогда в жизни не знать. Можно все отдать. Дорогая моя, люблю тебя крепко. Ты об этом знаешь. Я не нахожу тех слов, чтобы полностью выразить свои чувства к тебе. Маруся, вот увидишь, мы все сможем пережить, потому что мы есть друг у друга. И когда-нибудь у нас будет свой дом, в котором мы будем воспитывать наших детей. Но я верю, что победа уже близко. И настанет долгожданный день, когда я обниму тебя, моя хорошая. Ну что, как хорошо, что мы с тобой встретились. Ведь это все-таки была судьба. Как хорошо, что мы с тобой встретились. Перестань, не перестань, а жизнь вот идет своим передом. Так мы с тобой и живем. Ну что тебе еще сказать? А я за всю жизнь не пожалела, что мы с тобой встретились. Это точно. Все-таки мы счастливые люди. Одному жить невозможно. Рано или поздно непременно надо выходить замуж, надо жениться. Иначе жизнь-то будет пустая. Еще ни один человек не был счастливым сам по себе. Самое главное, определенно любил. Ты настоящий. Несмотря ни на бедность, несмотря ни на богатство, тебя любил. На все колхозы один телефон в сельсовете. Ответственный дежурный, это как комсомолку, как эту боевую, назначили меня. А я там дежурила всю ночь около телефона. Все ждала, пока скажут. Пока и заснула. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вас слушают. Примите телефонограмму. Готова принять. Великая Отечественная война, которую ввела наша страна с немецко-фашистскими захватчиками, победоносно завершена. Вы победили. Повторите. Вы победили. Победа. Лошадь была подвязана. Вот так. Как это мне удалось. Убежала. А чего ж это близко все? Уже все собрались в правлении колхоза. Как только я зашла в правление, все как заревут. Потому что очень у многих не явились. Ни сыновья, ни мужья, ни братья. У них уже нет. С войны не явились. У меня тоже братов уже нет. И много братьев нет. Это представить очень трудно. Сколько мы пережили. И я переплакали все. И я плакала вместе с ними. А потом и говорю. Ну что ж, хватит, говорю, плакать. Надо теперь, говорю, поднимать это хозяйство. Надо, говорю, жить. Надо жить. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин